Участников Всероссийской недели охраны труда город Сочи собирает пятый год подряд. Главный медиа-центр курорта на несколько дней становится центральной дискуссионной площадкой. Здесь демонстрируют лучшие отечественные и мировые практики, рассматривают новации, обсуждают направления госполитики в области охраны труда. Проходит и международная выставка промышленной безопасности. Демонстрацию техники и современных средств индивидуальной защиты организовали и перед входом в медиа-центр. Здесь же можно пройти квест-игру и проверить свои знания техники безопасности. Сделать это предлагается в определенных ситуациях. При задымлении помещения на стройплощадке, на предприятии, где запредельно шумно и в целом небезопасно. Мы находимся в комнате, которая находится под сильным ультрафиолетовым излучением. Чтобы вам от него защититься, у вас соответственно очки. Чтобы пройти в следующую комнату, вам нужно угадать, в каком из шариков находится ключ. Здесь у нас мы используем максимально шумоподавляющие наушники. То есть мы показываем, что если на человека воздействуют какие-либо вредные звуки, есть специальная техника, которая всегда защитит человека. Совсем не в игровой форме. Об охране труда говорили уже в самом медиа-центре. На пленарной сессии ее открыли министр труда Российской Федерации Максим Топилин и генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер. Участники деловой программы обсудили концепцию нулевого травматизма и подвели итоги прошлых лет. Из-за улучшения условий труда, подчеркивает Топилин, за последние 12 лет количество погибших в результате несчастных случаев работников снизилось более чем в два раза. Но задача прежняя – вовлечь все предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса, в программы по борьбе с производственным травматизмом. Для этого будет откорректировано трудовое законодательство. И выявление факторов риска отныне будет обязанностью работодателя. Есть такой ресурс, как онлайн-инспекция, который работает таким образом, что работодатель, если он хочет, он подключается к этому ресурсу и сам проверяет у себя требования условий труда. Это так называемая самопроверка. Если работодатель сам проверяет, он не нарывается на штрафы. Существует система тарифов по страховым взносам в пенсионный фонд, и мы прекрасно понимаем, что нам нужно вообще от работ, на которых условия труда являются ненормальными, опасными, вообще фактически эти рабочие места постепенно вывести из оборота. Такую задачу мы перед собой ставим. Продолжительность жизни россиян нужно увеличить до 80 лет. Такую задачу перед правительством поставил президент Владимир Путин. Добиться этого отметили участники Всероссийской недели охраны труда, можно в том числе благодаря достойным условиям работы. И теперь одна из основных задач Минтруда – это развитие культуры безопасности в российских условиях.